Всем привет! Ты смотришь выпуск новостей универнью с тобой, Адиля Валеева. Сегодня ты увидишь! Вот это ремонт! Высшая школа журналистики и медиакоммуникации меняется до неузнаваемости. Главное дружелюбие! В университетскую клинику Казань можно попасть без очереди. Мы все выяснили. Выпускники КФУ проходят анкетирование. Ремонт – это не страшно. И в этом легко убедиться. Стоит лишь один раз взглянуть на здание будущих журналистов. Что ждет студентов после ремонтных работ – смотри далее. В Институте социально-философских наук полным ходом идет капитальный ремонт. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял решение объединить в одном здании все медиаструктуры университета. Здание необходимо не просто привести в надлежащее техническое состояние, но и сделать многофункциональным с точки зрения подготовки медиаспециалистов. Под ремонтом из учебных аудиторий всего несколько находится. То есть это учебная аудитория, где занимаются телевизионщики на третьем этаже. И несколько аудиторий, которые сейчас переоборудуются в Ньюсрум, которые переоборудуются в мультимедийный класс. По самому зданию принято решение провести своего рода зонирование этого здания, то есть по зонам его разделить и по мере возможности федеральный университет, ректорат будет вкладывать средства в то, чтобы каждую зону последовательно ремонтировать и приводить в надлежащую вот той стратегии. Ремонт идет не во всем здании ЦИТа, а только на втором и третьем этажах. Реконструкция Института социально-философских наук должна завершиться в сентябре нынешнего года. Регина Фахрудинова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Лечить должно не время, а хорошие врачи. Но как попасть к хорошему врачу без утомительной очереди? Ответ есть. Поликлинику университетской клиники Казань ждут большие изменения. Перемены связаны с реализацией масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника». План предполагает совершенствование принципа работы врачей-терапевтов. Открытие нового уникального центра рентгеновской диагностики. А пациенты навсегда смогут забыть о привычных очередях. Более того, в поликлинике откроется новое отделение, в котором будут оказывать широкий спектр амбулаторной хирургической помощи. На услуги поликлиники Казанского федерального университета сможет рассчитывать не только прикрепленные к медицинскому учреждению население. Доступность к медицинской помощи будет обеспечиваться работой врачей различных специальностей. Реализация задуманного планируется после окончания капитального ремонта. В новом формате поликлиники после ремонта мы планируем повысить качество, доступность и эффективность нашей работы при оказываемой помощи населению. В первую очередь это будут доступные большие зоны ожидания для населения. Но даже мы не планируем, чтобы вообще люди находились в очередях. Для этого мы планируем перестроить работу так, чтобы запись для населения была комфортной, удобной. А теперь свежие новости из всемирной паутины в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюс. В Татарстане откроется шесть детских инновационных технопарков. На площадках, оснащенных современным интерактивным оборудованием, дети смогут узнать основы различных рабочих профессий и получить начальную профориентацию. Героиня Лобутенов снимется в новом клипе группы «Ленинград». Юлия Топольницкая, которая стала звездой после появления в песне «Экспонат», предложили роль в очередном клипе коллектива. В Казани после салюта 30 августа подадут автобусы. Это будет сделано для удобства гостей. По традиции салют в честь Дня Республики и Дня Города начнется в 10 вечера. Россия заняла четвертое место в медальном зачете Олимпиады. На Олимпийских в Рио россияне выиграли 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Телескоп Казанского федерального университета первым в мире зафиксировал изменение блеска черной дыры. Явление происходило на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли. В Казанском Кремле установили памятник в банкноте 200 рублей. Деревянная скульптура с достопримечательностями города спроектирована в честь будущей купюры. 16 августа состоялось открытие Третьей международной полевой археологической школы. Археологи сосредоточатся на изучении современных методик исследований, помогающих восстановить картину жизни людей, прошедшей эпохи в полном объеме. Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ. В сентябре 2016 года Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит представитель Негосударственного университета Лонг-Кайленда для ознакомления с российскими образовательными программами. Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству электромобилей. Всего в стране на сегодняшний день насчитывается 722 электромобиля. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит инвентаризацию затонувших в Татарстане кораблей. В настоящий момент обследовано уже более половины судов из ста запланированных. Выпускники КФУ всегда будут оставаться частью своего родного университета. Любовь кальмаматор вечная. Именно поэтому сейчас активно развивает сообщество выпускников КФУ. Подробнее в следующем сюжете. Неделю назад на официальном сайте КФУ было запущено анкетирование выпускников Казанского федерального. Пройти тест могут и те выпускники, чей вуз вошел в состав КФУ при объединении. По словам руководителя проекта по взаимодействию с выпускниками Дарьи Долговой, на сегодняшний день анкету заполнили 450 человек. Уже сегодня можно сделать вывод, что выпускники продолжают интересоваться жизнью своего университета и готовы предлагать свои идеи для развития родной альмаматор. Сейчас мы развиваем сообщество выпускников КФУ, большую работу системную проводим. И для этого мы хотим узнать мнение выпускников по таким ключевым моментам, как, например, поддерживают ли они связь с университетом, общаются ли они с преподавателями, с одногруппниками, есть ли у них потребности в получении поддержки университета, хотят ли они посещать наши мероприятия, какие мероприятия им интересны. Анкетирование проводят для того, чтобы узнать об основных потребностях и пожеланиях выпускников при составлении стратегии взаимодействия, а также для развития вуза. Ведь мнение выпускника по тому или иному вопросу может помочь в решении важных стратегических вопросов. Казанский федеральный не только дает качественное образование своим студентам, но и заботится о будущем своих выпускников. Адиль Ивалеева, Роман Самарин, Универньюз. Лето – самое вкусное время года. Каждый старается раскрасить свои выходные яркими акварельными красками. О том, как проводит молодежь свое summer time, вы узнаете в следующем сюжете. У каждого был свой лагерь. Ну, я ездил в лагерь Витязева на море. Я больше в интеллектуальных лагерях был, например, таких, как Кванты и Заречья. Готовка к экзаменам, она идет полным ходом, и мы планируем успешно сдать экзамены и поступить в университет, который сами желаем. Я работаю, работал, вернее, сейчас вот в университет нам приехали швейцарцы, наши гости, и мы для них проводим такую обзорную экскурсию по городу, знакомим их с Казанью, с жителями. То есть посетил много мест за это время. То есть для меня такое лето правильное проходит. Я учусь в Казанском федеральном университете. Я проводила свои каникулы за городом, сбиралась на горы, также общалась со своими друзьями, но в целом проводила большую часть времени вне города. В июне я сдавала экзамены, сдала их довольно-таки успешно, получила аттестат с отличием. В июле я была в Крыму, то есть весь месяц, получила массу положительных эмоций, впечатлений. Так как мне предстоит сдавать ЕГЭ, я читаю всякую литературу, которую мне требуется, методички там в разном. Момент на факультет иностранных языков, КФУ наш. Как говорил Лев Николаевич Толстой, необходимая приправа ко всему – доброта. Поэтому делай добро и живи счастливо. С тобой была Аделя Валеева. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова